МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодняшний наш ролик о гитаристе, который, безусловно, заслуживает вашего внимания. К сожалению, он малоизвестен широкой меломанской публике. Даже вот, предварительно готовясь к ролику, просматривал некоторые материалы и, к несчастью, обнаружил, что даже в некоторых рок-энциклопедиях он отсутствует. Так, поминается в суе. Но, вы знаете, мы эту ошибочку исправим. Итак, сегодня у нас Пэт Трэверс. Пэт Трэверс. Ролик мы не даром назвали гитариста совым надрывом. Да, вы послушаете его. Техника у него чрезвычайно интересная. Он наследует традиции, конечно, великих гитаристов прошлого, своим привкусом, но еще поющий вдобавок. И вот этот момент очень важный. Потому что некоторых пение Трэверса отталкивает, но мы вам скажем, что если вы к нему чуть-чуть привыкнете, хотя стоит ли вообще привыкать, пойдет или не пойдет, тогда вы воспримите его, конечно, в целом. Безусловно, выдающийся гитарист, скажем так, что один из лучших гитаристов современности, Пол Гилберт из Мистер Биг, мы его неоднократно упоминали, анонсировали его последний альбом, Дио, арбум Джон, песни Рони Джеймса, Дио переграл. Он вообще называет Трэверса одного из своих главных учителей заочно и гитарным богом, а это все-таки, вы знаете, ко многому обязывает. Кирк Хэммет из Металлики тоже говорит, что Трэверс был один из тех гитаристов, который его многому научил и на которого он сильно ориентировался. И тот же Алекс Лайфсон из Раш, не только в силу того, что они из одного города Торонто, но и по причине того, что Пэт Трэверс действительно выдающийся гитарист, всегда его выделяют. Майкл Шенкер обожает Трэверса, но он очень среди музыкантов котируемый. Самая главная его фишка, это, конечно, концертные выступления. Потрясающие по масштабу, по мощи, по подаче. Сразу вам рекомендуем альбом Leaf at Bamboo Room 2013 года, где он переиграл все свои боевики. Начал он свою карьеру. Дебютный его альбом вышел в 1976 году. В основном он всегда играл в формате Трио, Пэт Трэверс Бэнд. Так вот, на альбоме Leaf at Bamboo Room переиграл все свои боевики, особенно нами обожаемая песня Стиви. Ну и, конечно, его классика «Сноркин виски», «Drinking cocaine». Это выражение, в общем-то, нюхай виски. И то, что с другим зельем связано, стало крылатым. Пэт Трэверс говорит, конечно, когда он был помоложе, он мог не спать три ночи, давать три концерта подряд, выпить все в округе и со всеми остальными вытекающими последствиями. И выглядеть как огурчик. А его дружок, Ронни Монтроуз, сказал, что сейчас ты ничего этого не делаешь, тоже выдающийся гитарист, а выглядишь с каждым годом все более и более плоховатенько, мягко говоря. Но Трэвер все воспринимает с юмором. Говорит, это, в общем-то, годы. А годы его были очень и очень бурные. Давайте, как всегда, к детству его обратимся. Родился он 12 апреля 1954 года в Торонто, Канада. Это канадский музыкант, это славная плеяда канадских рокеров, начиная с Нила Янга, Джонни Митчелл, Раш. Это те, о которых мы рассказывали на нашем канале даже. И, конечно, Фрэнк Марина из Мехагонни Раш. Класснейший гитарист, тоже, к сожалению, недооцененный. Вспоминаю свое детство, извините за личное, как с дружками мы буквально проводили день и ночь над кассетами и Фрэнка Марина, и Пэта Трэверса, воспринимая их неочарующую игру. Ну, у Трэверса все было просто. Он в 66-м году услышал Джимми Хендрикса. Как раз в 12 лет ему был такой возраст восприимчивый. Если, конечно, он и воспринял рок-музыку, то тут все понеслось. По такой накатанной, что это просто было, но, как он вспоминает, некая сумасшедшая. Он стал фанатиком гитары и остается по сей день. У него, вы знаете, наверное, переиграли почти все лучшие барабанщики. Кстати, так для сравнения интересно. О которых мы рассказывали на нашем канале и Кермен Эпис. У него есть с ним очень хорошие проекты и 4 альбома под вывиской Эпис и Трэверс. Рекомендую вам сразу альбом Базука 2005 года, так вспоминается. Энсли Данбер с ним играл. Томми Олдрич. Даже вот этих трех барабанщиков, так на вскидку, хватает понять, какого уровня музыкант Пэта Трэверс. Его с удовольствием приглашают на все различные фестивали. У него, конечно, много историй о закулисной жизни. Но все эти истории обычно, вы знаете, у рокеров сводятся банальше не вообще известные. Только иногда всплывают такие вещи, на которые действительно интересно обратить внимание. Так, например, я сам с удивлением узнал, что когда был тур совместный в 82-83 годах с Эрл Смит, в общем-то они так скорешились, Пэта Трэверс был открывашкой, хедлайнерой были Эрл Смит, что они, в общем-то, дурно проводили свободное время. И как-то, говорит, раз я обратил внимание, что мне вручили гитару, и давай с ними уже после концертов, после всего свободной обстановки наяривать. Как оказалось, потом, впоследствии, они ему открыли секрет, они его просматривали, как потенциального гитариста. Так что Трэверс смеется, мог я попасть в Эрл Смит. Но это никоим образом, что он туда не попал, он не умаляет его достоинств, потому что, вы знаете, да, у него были периоды такие, в середине 80-х годов, в начале 90-х не особо, но, потом он, что называется, воспрял. Вот мы вам рекомендуем альбом еще, Кэн Ду, 2013-го года, он в стиле классики, Пэтта Трэверса сделан, перед этим был в 2012-м году, Блюз Он Файя, тоже очень хороший, и вы знаете, поразил меня альбом, свежий альбом, последний Трэверси 2022-го года, The Art of Time Travel, где, в общем-то, он, что называется, тряхнул стариной, там немножко и новое звучание, и ввели секцию медную дополнительную, в общем-то, и, вы знаете, такой олдовый, винтажный звук, и, конечно, его гитара, его рык, как возьмет ноту, как зарычит, запоет, так, ну, просто отороп берет. Главное, чтобы, в общем-то, вы, извините за выражение, полюбили его вокал. В формате гостя, его с удовольствием приглашают, ну, например, на альбоме Extreme Pornography он спел, подпел в одной из песен, потом у знаковой группы, о которой мы обязательно расскажем, мы ее упоминали, наша интереснейшая калифорнийская команда Турникет, его приглашили в 2012-м году поучаствовать. В общем-то, человек, обожаемый Гленом Хьюзом, Хьюзом и в 1977-м году, зарисовался на пластинке и Building the Mansion в 2001-м, то есть, они поддерживают контакты. Это уже говорит о том, что уровень, уровень. Ну и, конечно, вы знаете, чтобы вам, как говорится, подсластить момент с Пэтом Трайверс, Трайверсом найдите в рамках альбома Кэрмин Эпис Прожи, кто-то барабанщик Кэрмин Эпис, его проекты Гитарные векции Ultimate Guitars, песню в исполнении Пэта Трайверса, его вокал, гитара, барабан, естественно, Кэрмин Эпис, классика, Дайя Синг, Аэм Секси. Порадуйтесь за Трайверса и наслаждайтесь музыкой. Спасибо за просмотр, всего хорошего.